Продолжение следует... Поэтому я рад вас всех приветствовать. Меня зовут Александр Кульпин. Я родился и вырос в городе Караганде и уже больше половины своей жизни живу в Европе, а точнее в Германии. И сегодня у нас с вами очень важные темы. И как вы видите, сегодня у нас трансляция из моего новой студии. Теперь таким образом мы будем с вами проводить часто мероприятия в режиме реального времени онлайн в так называемом формате шоу. И я рад вас приветствовать. И сегодня мы поговорим с вами об очень важном направлении. Прому как конкретно вы можете зарабатывать деньги в интернете через участие во всевозможных партнерских программах. Какие партнерские программы интересные, какие неинтересные, что такое партнерские программы, каким образом вы можете в них участвовать. Сложно это, несложно это. Можете ли вы создать свою партнерскую программу и что для этого нужно, какие вам нужны ресурсы, какие вам нужны затраты и так далее. Обо всем этом мы сегодня с вами поговорим. И также я в первую очередь хочу поприветствовать вас еще раз из своей вот этой вот новой студии. И поставьте, пожалуйста, смайлики все те, кто сейчас смотрит нас в режиме реального времени, потому что эта передача, она тут же по ее завершению будет доступна к просмотру. То есть если вы вдруг опоздаете или ваши друзья, ваши знакомые опоздают на это мероприятие, то в заключении этой передачи они смогут снова нажать на play и посмотреть первую часть, ту, что они пропустили. Я сейчас быстренько посмотрю, что у нас происходит в чате. И, окей, у нас, как всегда, здесь примерно 40-50 секунд запозданий по времени, поэтому пока я говорю, что нужно сделать, пройдет 40 минут, 40 секунд, и только потом вы сможете уже действительно включиться в процесс и ответить. Я уже вижу, вижу ваши смайлики, Ирина, Ренат, Андрей. Ребята, я вас приветствую. Сразу скажу, кто не знает, как пользоваться схемой комментариев, то есть системой комментариев на нашем сайте, вам нужно просто-напросто нажать на шестеренку. Так, если вы сейчас смотрите на меня, вот здесь у нас, значит, система комментариев, там сверху вам нужно нажать на шестеренку, и вы можете войти в систему через любую социальную сеть. На выбор Google+, ВКонтакте, Facebook, по-моему, даже Одноклассники. То есть разберитесь с этим, там абсолютно все просто. Если у вас что-то не получается, просто еще раз обновите страничку и увидите, что вы будете в этой системе, и после этого вы сможете оставлять свои комментарии. Я также приветствую, кто у нас еще здесь, вот Нина, Виктория. Нина или Виктория, об этом мы разберемся немножко позже. А сейчас давайте сразу перейдем к делу, и просто для начала напишите, в какой сфере вы сейчас развиваетесь. Либо это нетворк-маркетинг, либо это инфобизнес, возможно, вы только присматриваетесь, возможно, вы только ищете себя, ищете свое направление. И я понимаю, что на улице жара, лето, июль, у меня скоро будет день рождения, я люблю, обожаю лето, обожаю июль месяц. Но сейчас на улице 36 градусов у нас здесь. Мы сегодня с утра были на озере, записали видеоролик, который, скорее всего, кто-то из вас уже видел на нашей страничке в Фейсбуке. Это один из элементов продвижения. Это реалити-шоу, которое я сейчас запускаю вместе с Артемом Мельником, вернее, под его руководством. Звучит эта тема следующим образом, как за один год, то есть за 365 дней, набрать 1 миллион просмотров на канале YouTube и заработать как минимум 10 тысяч долларов в качестве дополнительного источника дохода через всевозможные способы, которые мы вот в этой программе узнаем от Артема Мельника. В двух словах, Артем Мельник буквально недавно у нас выступал в нашей передаче, записи этих передач вы можете также найти на нашей страничке. В скором времени внутри клуба у нас будет рубрика, и там вы сможете посмотреть все эти передачи. Но, тем не менее, Артем Мельник – это новый богатый человек, который на сегодняшний день, вернее, сейчас, прямо сейчас, он находится в путешествии. Если честно, по-моему, он находится сейчас в Венгрии, мы буквально совсем недавно встречались в Париже, записали потрясающий видеоролик. Кстати, в Париже тоже интересная ситуация произошла. Я уже практически подъезжаю к Парижу и просматривал свою ленту Instagram и увидел, что еще один интересный интернет-предприниматель, тоже, кстати, участвовал в наших передачах, это Олесь Тимофеев, он тоже в это время находился в Париже. Ну, и, естественно, мы с ним также встретились в Париже, и я ему задал вопрос, что ты делаешь в Париже. Он мне ответил, что он присутствует на VIP-коучинге в качестве эксперта у Алекса Яновского. То есть, моему удивлению не было предела, потому что в 2011 году, когда мое положение, скажем так, финансовое положение оставляло желать лучшего, я искал себе наставника, который мог бы помочь мне не материально, не материально, естественно, а ментально. То есть, я искал себе ментального наставника, который мог бы мне дать конкретную, конкретную пошаговую программу, что мне нужно сделать для того, чтобы вырваться из той трясине, в которой я тогда находился. Но, тем не менее, этим наставником стал Алекс Яновский. И, откровенно говоря, я действительно благодарен этому человеку за то, какие он знания дал на тех обучающих программах, в которые я вписался по его рекомендации. И вы знаете, это была потрясающая встреча. Все обучение я проходил у Алекса только в режиме интернета. И, в общем-то, идея Алекса, он создал первую, можно сказать, такую масштабную интернет-образовательную школу, где практически любой человек из любой страны может подсоединиться и получить те знания, которые необходимы ему для развития как в личностном плане, в отношениях, в здоровье и финансовом плане, в плане бизнеса. То есть все это Алекс организовал, и на сегодняшний день его школа пользуется огромной популярностью. Они, в общем-то, охватывают огромную часть русскоговорящей аудитории по всей планете. И, ну, чтобы не даваться подробностей, в общем, у Алекса недавно вышли две книги. Я вам рекомендую их купить. Сейчас быстро не вспомню, как они называются. Но найдите эти книги обязательно и приобретите их. Потому что даже начав читать эти книги, многое в вашей картине мира поменяется. Как вы знаете, наши действия зависят от того, как мы думаем. То есть наши мысли способствуют тому, что мы делаем. Наши действия превращаются постепенно в регулярные действия. То есть так называемые привычки превращаются уже в наш постоянный, скажем так, круг взаимодействий с внешним миром. И многие люди считают, что это некий крест, который они должны нести всю свою сознательную жизнь. Так вот, если вас не устраивает ваша жизнь, если вас не устраивает ваше финансовое положение, если вы недовольны своими жилищными условиями, возможно, вы недовольны своими отношениями с друзьями, с близкими, возможно, вы недовольны своим физическим состоянием или финансовым положением. Все, что нужно сделать, это поменять в первую очередь мысли. И это самая трудная работа, которую необходимо сделать только вам. Никто за вас ее не сделает, и только так вы сможете преуспеть в своей жизни. Опять же, что такое успех? Это интересные слова, но просто я вам... Когда меня спрашивают, что такое успех, здесь есть, конечно, много всевозможных формулировок, но свой ответ я начинаю с того. Ты живешь, ты дышишь, и уже это успех. Это уже успех. Почему? Потому что когда-то один из миллионов сперматозоидов прорвался в нужную яйцеклетку, и таким образом вы появились на свет. Просто представьте, из миллионов один-единственный прорвался и осчастливал ваших родителей, и вы появились на свет, вы дышите, вы человек разумный. Я вас с этим поздравляю, и мы переходим к нашей программе, друзья мои. Давайте посмотрим, что у нас происходит сначала в чате. Network Marketing. Окей. Замечательно. Это событие месяца Александра, с наступающим на рождение. Двух лет, поцветания, удачи, пишет Рустам. Рустам, я тебя обожаю. Ты действительно гениальный человек, и я думаю, что мы скоро встретимся с тобой в Нью-Йорке. Я тебе это точно обещаю. Окей. Что у нас здесь? Смайлики, смайлики, смайлики. Супер, супер, супер. Окей. Хорошо, друзья мои, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Итак, мы начнем с того, что такое партнерские программы. Смотрите, если вы, например, предприниматель, и вы нашли дело своей мечты, дело своей жизни. Например, вы умеете... Что вы умеете делать? Просто задайте себе вопрос, в первую очередь, что вы умеете хорошо делать? Что вы любите делать? Что бы вы делали даже не за деньги, с удовольствием? Что бы вы делали следующие три месяца, следующий год, следующие пять лет, следующие десять лет? Понятно, что в жизни все меняется. Иногда желания становятся другими. Чем выше вы развиваетесь в качестве ментального развития, тем вы начинаете смеяться над теми желаниями, которые вы записывали себе раньше. По крайней мере, так это происходило у меня. По крайней мере, так это происходит у большинства предпринимателей, которых я знаю. Но смысл заключается в том, что просто подумайте, что вы лучше всего умеете. Например, вы умеете стричь. Например, вы умеете, у девушек это модно сейчас красить, ногти там, различные цветочки, узорчики накладывать на ноготочки. И я не знаю, как это называется, в общем-то, нагл, нейдл дизайн или как это называется. И таким образом вы можете это свое занятие, это свое хобби продвигать через интернет, помогать огромному количеству людей и на этом зарабатывать деньги с помощью партнерских программ. Если вы не знаете, что это такое, то есть пришло самое время узнать об этом более подробно. Так, давайте сделаем следующим образом. Партнерские программы – это чужие знания или навыки, которые продвигают другие люди через интернет посредством некого интернет-магазина, куда включена система продвижения с партнерскими ссылками. Наверное, это не самое точное объяснение, но я вам сейчас попробую это нарисовать на картинке. То есть, другими словами, например, есть какой-то продукт. Это, например, какая-то образовательная программа, как наводить отношения с противоположным полом. Например, просто. Состоящая из каких-то видеоуроков, из, возможно, чек-листа, возможно, PDF-отчета, возможно, это аудиоподкасты, возможно, это запись интервью с другими людьми. Все, что угодно. Главное, чтобы это было ценно для целевой аудитории, на которую рассчитан этот продукт. Окей? То есть, вот есть человек, который создает такой вот продукт, и есть система. Система так называемая партнерских программ. Их, на самом деле, несколько систем подобных. То есть, есть сейчас Клик, есть E-AutoPay или E-AutoPay, как его называют, есть EconTools, ну, возможно, есть еще какие-то другие. Но я сосредотачивал свой фокус и изучал именно эти три. Остановился я на EconTools по ряду причин и условий, но, тем не менее, считаю, что на сегодняшний день это потрясающая партнерская программа, которая позволяет мне привлекать различных партнеров, людей, которые хотели бы зарабатывать на продвижении данного продукта в интернете. Определенные комиссионные. Разные инфобизнесмены дают разные комиссионные. В зависимости от популярности, в зависимости от стоимости продукта. То есть, много всяких разных причин. И если вы имеете достойную базу, если вы имеете какое-то имя, то обычно инфобизнесмены дают вам хорошие проценты. Это на самом деле так. И я не буду сейчас говорить за конкретно каких-то инфобизнесменов, но вы можете договориться на получение комиссионных от 30 до 50%. От 30 до 50%. Это хорошие комиссионные. То есть, например, если вот этот вот курс, значит, стоит, ну, давайте возьмем просто 100 долларов. Если этот курс стоит 100 долларов, кстати, насколько хорошо видно, дайте мне обратную связь. Дайте мне обратную связь. Так, я думаю, что все-таки видно. Постараюсь поплотнее чертить. Если я вот так вот разверну, то, по идее, должно лучше быть видно. Ну, хорошо. Например, этот курс стоит 100 долларов. Если вы включаетесь в партнерскую программу, то есть вы регистрируетесь в системе, то есть вы регистрируетесь в системе, получаете свои ссылки, получаете дополнительные информационные материалы, рекламные материалы, баннеры, тексты, заготовки для email-рассылки. Вы все это получаете в этой системе от человека, который создал этот инфопродукт. И таким образом, если вы договорились, например, получать 50% от стоимости этого тренинга, то за каждое продвижение этого тренинга в интернете, за каждую продажу, вы будете зарабатывать ваши чистыми 50 долларов. Все просто, все понятно. Вы продвигаете тренинг, вы продвигаете продукт, вы совершаете продажи, и с каждой продажи, в данном случае 50%, 50 долларов, вы получаете. Таким образом, я создал себе неплохой дополнительный источник дохода за счет участия в нескольких партнерских программах у нескольких инфобизнесменов. И все, на самом деле, здесь замечательно, потому что вся система считает это все автоматически, то есть все проценты начисляются автоматически, доходы вы получаете, когда вы подаете заявку о выплатах, либо каждый инфобизнесмен говорит, что я выплачиваю комиссионные, например, два раза в месяц, в первых числах месяца и в последних числах месяца. То есть разные бизнесмены есть, если кто-то говорит, что мы выплачиваем каждую неделю, кто-то стремится выплачивать каждый день, опять же, это нужно посмотреть в самой партнерской программе, в правилах и политике, и процедурах. Таким образом вы можете продвигать, в принципе, чужие знания, ни копейки в это не инвестируя, и зарабатывая деньги. То есть в данном случае 50% вы, например, делаете 3-4-5 продаж и зарабатываете дополнительно 250-300-400 долларов в месяц или за счет релиза. Но здесь есть как плюсы, так есть и минусы. Давайте сначала мы рассмотрим плюсы. Плюсы – это то, что вы не инвестируете ни копейки денег, вы можете получать наличными, то есть, вернее, наличными, а переводом на ваш электронный кошелек заработанные ваши деньги. То есть необходимо просто иметь, обычно достаточно иметь Яндекс.Деньги. Если у вас есть кошелек Яндекс.Деньги, то практически все инфобизнесмены работают с Яндекс.Деньги. Есть некоторые, которые хотят избежать всевозможных налоговых обложений. Они говорят, мы будем использовать веб-мани. Если вы спросите меня, я считаю, веб-мани – это крокодиловский век, это уже древний Египет, это уже устаревшие технологии. Веб-мани нужно терминировать из нашей жизни. Есть современные технологии, современные кошельки, кошельки, которыми стоит пользоваться и на которые стоит обратить внимание. Так вот, это плюсы. Давайте посмотрим на минусы. Минусов, на самом деле, тоже достаточно. И в первую очередь большой минус заключается в том, что когда запускается какой-то релиз, партнеров здесь много. У каждого из партнеров уже есть какая-то наработанная база. То есть, если у вас нет никакой наработанной базы, что, в общем-то, есть большой минус в вашем бизнесе, если у вас до сих пор нет своей наработанной базы, то есть люди, у которых есть большая база, есть люди, у которых маленькая база. И когда делается релиз, то, конечно же, в приоритете, или, скажем так, лучшие условия для продаж имеют те люди, которые создают большие базы. И те люди, у которых нет базы, они, соответственно, практически никогда, что я заметил, ничего не зарабатывают на партнерских программах. Практически никогда. Есть, конечно, исключения, делаются единичные продажи, это все нормально. Но, опять же, если вы когда-либо участвовали в партнерских программах, что-то продвигали, продвигали чьи-то тренинги, чьи-то знания, какие-то обучающие программы, какие-то, возможно, видеокурсы, я не знаю, что еще можно здесь продвигать, но если вы продвигали и не достигли какого-то результата, то вы либо что-то делали неправильно, либо у вас просто-напросто нет своей базы. И для интернет-принимателя это очень плохо, потому что когда инфобизнесмены встречаются, они в первую очередь спрашивают, как у тебя дела и какая у тебя подписная база. То есть база, друзья мои, это то, над чем нужно сосредоточенно работать. И вот эти моменты мы с вами будем говорить уже в Москве 11 июля, вот буквально через пару дней. 9 июля, то есть это будет четверг, я вылетаю в Москву и там проведу несколько дней. И 11 июля у нас будет прогрессивный мастер-класс нашего клуба. Это первое оффлайн-мероприятие в столице России. И там вы узнаете, как за 90 дней стать онлайн-ниндзей в своем бизнесе. И удивлять, постоянно удивлять своих конкурентов в тех местах, в которых они являются лучше, как они это думают. И давайте сейчас посмотрим, что мы еще можем здесь с вами показать. Какие минусы, да, на каких минусах мы остановились. Значит, окей. Еще есть скрытые минусы, друзья мои. Так, давайте посмотрим, откуда у нас примерно будет видно. Ну, давайте здесь, когда мы остановимся. Значит, минусы еще есть такие. Как работают партнерские программы? Партнерские программы работают двумя способами. Первый способ – куки. Куки, либо cookies, как их называют. Второй способ – email. Вот таким вот образом работают партнерские программы. И что это значит? То есть, когда вы участвуете в партнерской программе, человек, который создал инфокурс, либо обучающую программу, он выставляет ссылку, например, на видео номер один, или, например, «Скачайте мой PDF-отчет». Он выставляет эту ссылку в партнерской программе, и каждый партнер этой партнерской программы получает свою собственную персонализированную ссылку с идентификационным номером, либо со своим логином. И это ссылка, которую партнеры продвигают в интернете. Как работает эта ссылка? Вы отправляете своим кандидатам, либо своей аудитории эту реферальную ссылку, и те люди, которые кликают на вашу реферальную ссылку, они попадают на ту страничку, которую приготовил создатель инфопродукта, но ваш браузер, вернее, браузер того человека, который кликнул, он сохраняет некую маленькую часть программки, так называемую куки, на своем браузере. И таким образом этот куки дает распознать в партнерской программе, от кого пришел данный реферал, от кого пришел данный рекомендованный потенциальный клиент, потенциальный покупатель, и, соответственно, система это фиксирует. Есть еще другой вариант, когда человек регистрируется, он вбивает email. Кстати, вот так вот первым способом работают практически все. Практически все работают. Вторым способом работают единицы. То есть это уже единичный случай, но здесь есть тоже как и плюсы, так и минусы. Дело в том, что когда ваш потенциальный клиент вводит свой email, регистрируясь на сайте один раз, то затем этот сайт прикрепляется за партнером, который порекомендовал этот сайт, и, соответственно, партнерская программа распознает, от кого пришел данный человек. И если данный человек, вернее, потенциальный покупатель, в будущем купит этот тренинг или курс, то, соответственно, партнерская программа будет знать, кому выплатить комиссионный. Окей? Здесь есть два больших минуса, как я сказал. Что в первую очередь, если вы знаете, что программа работает через cookies, если вы отправляете свою партнерскую ссылку своим, например, кандидатам или своей целевой аудитории, они кликают на эту партнерскую ссылку с одного браузера, потом переходят на другой компьютер, либо открывают другой браузер, и снова хотят посмотреть ту страничку, которую вы им дали, и попадают на прямую ссылку человеку, который продает этот продукт, то есть инфобизнесмена, на ссылку инфобизнесмена, то вы таким образом теряете вашего потенциального клиента. Ваш потенциальный клиент уходит уже к тому человеку, на чью прямую ссылку он попал. Потому что cookie сохранился в одном браузере, а потенциальный клиент зашел через другой браузер. Также проблема может быть с ML, потому что если человек зарегистрировался с одним ML, потом поменял на другой ML, либо, как я знаю, что у большинства людей на сегодняшний день есть по 5, по 10, по 17 ML. Кто-то мне рассказал, что у него есть целых 17 ML. Я просто спросил человека, зачем тебе столько? Но на самом деле иногда нужно иметь 2-3 ML. Это связано, например, с участившимся огромным количеством спама, который сейчас распространяется через ML. То есть у меня есть один центральный ML, куда идет вся информация. И есть такие, скажем так, эмайлы, приватные эмайлы, куда идет информация только от друзей, только от знакомых. То есть я знаю точно, если я открою тот ML, там не будет спама, потому что мой эмайл, который для друзей и знакомых, он не фиксируется и нигде не появляется в интернете. То есть ни на каких сайтах, ни на каких страничках, ни в социальных сетях и так далее. Если вы знаете, что буквально недавно была большая атака на сервера и огромное количество данных было просто выкрадено, и поэтому сейчас частился именно такой массивный спам, потому что ML-адреса – это такой же живой товар, который перепродается. То есть те люди, которые каким-то образом вытащили из баз эти эмайлы, эти данные, они их просто потом перепродают другим людям, которые потом отправляют либо свои какие-то бизнес-предложения, ну, а зачастую мы получаем только один спам. Окей. Вот так это работает на сегодняшний день в интернете во всех, во всех, во всех случаях. За исключением, я буквально недавно увидел это у своих американских коллег, как они выстраивают систему, она мне серьезно понравилась. Я даже кое-что у них подсмотрел, подглядел и немножко модернизировав, то есть мы не взяли, не скопировали, но немножко модернизировав, мы это сделали в нашем Клубе Новых Богатых. Как работает, значит, реферальная ссылка в Клубе Новых Богатых? То есть сейчас вы находитесь на вот страничке, где вы смотрите прямую трансляцию. Я не знаю, кто вам дал эту ссылку, потому что вы можете смотреть эту трансляцию, и внизу вы увидите человека, который вас пригласил, если вы еще не находитесь в нашем Клубе. Если же вы зашли на это мероприятие через Клуб, то вы зашли по своей собственной реферальной ссылке. Это ваша собственная реферальная ссылка, и вы даже сейчас эту реферальную ссылку можете отправить своим друзьям, которые зайдут и также будут смотреть эту передачу, и они впоследствии могут зарегистрироваться в нашем Клубе уже по вашей реферальной ссылке, и вы таким образом получите первого потенциального партнера. Вернее, даже не партнера, а партнера в нашей системе, в клубной системе, и который, возможно, дальше будет с вами вместе продвигать ту концепцию, концепцию новых богатых вместе с нашим Клубом, что на самом деле великолепно. И у вас, у каждого, есть персонализированная ссылка. Никаких куки, никаких ML-ов, все конкретно, все целенаправленно, и все принадлежит в ваших руках. Еще я не упомянул о одном большом минусе запуске, крупных запусков партнерских программ, или, скажем так, продуктов по партнерским программам. И этот большой минус, он заключается в следующем. Кстати, об этом большом минусе вы не узнаете ни у одного инфопредпринимателя. Этот минус заключается в следующем, что как только вы делаете релиз, вернее, как только инфобизнесмен делает релиз и делает запуск своей программы, вы всю свою базу гоните на этот релиз. и вся ваша база автоматически, особенно те, кто заинтересовался, автоматически переходит в руки того человека, кто делает этот релиз, кто запускает свой обучающий тренинг, программу, либо какой-то курс. И, естественно, тот, кто запускает программу, он выплачивает вам комиссионные, но за эти комиссионные вы практически добровольно отдаете свою базу этому человеку. Что произойдет, если этот инфобизнесмен сделает следующий повторный запуск своего продукта, он этот продукт будет продвигать по своей базе. Соответственно, если вы всю свою базу отправили туда, то ваши люди уже находятся в той базе, и когда произойдет следующий релиз, проблема будет заключаться в том, что вы уже с этого не заработаете. Опять же, все зависит еще от того, как выставлена партнерская программа по первому клику, либо по последнему клику. Это значит, что если вы отправляете свою реферальную ссылку, и партнерская программа стоит по первому клику, то значит, что каждый человек, который первый раз кликнул на вашу реферальную ссылку партнерской программы, он будет вашим потенциальным клиентом, то есть у него будет заложено ваш куки. Но есть партнерские программы, которые говорят, Это значит, что если вы в самом начале релиза отправили email-рассылку своим подписчикам и кто-то кликнул даже на вашу реферальную ссылку, но потом вы уехали в отпуск или, возможно, вы поехали отдыхать на море, я не знаю, что произошло, но вы больше писем не отправляли или не говорили о дальнейшем продвижении этого релиза. Что происходит? Происходит следующее, что другие партнеры, которых также большинство у этого инфопредпринимателя, будут отправлять свои реферальные ссылки, и эти реферальные ссылки, они могут перебить всех ваших клиентов, потенциальных клиентов. То есть что значит перебить? Они перепишут куки в их браузере на свои куки, и вы в данном случае остаетесь с носом, как бы это ни парадоксально звучало. Опять же, когда вы участвуете в чьей-то партнерской программе, об этом нужно знать с самого начала, то есть узнавать о инфопредпринимателях. Опять же, есть хорошие, то есть в этом нюансе есть как плюс, так и минус. То есть, например, кто-то уехал в отпуск, и вы отправили письмо подписчикам, и вы переписали куки у потенциальных клиентов, того человека, кто уехал в отпуск или отдыхать. Это, конечно, интересная идея, но мы пошли дальше, мы пошли дальше в нашем клубе, и на сегодняшний день, как я уже сказал, мы не работаем с cookies, мы не работаем через ML, мы работаем полностью по базе. Например, давайте возьмем сейчас вот эту страничку, на которой вы находитесь. То есть если вы еще не в клубе, то вы можете прямо под этим нашим видео внизу увидеть, кто вас пригласил, и там есть кнопка для регистрации в нашем клубе. Как только вы зарегистрируетесь, у вас уже будет прикреплен ваш наставник, скажем так, ваш куратор, если вы хотите, в этом клубе. Секунду. И вы уже будете с этим человеком работать, и этот человек будет вас курировать. Но это не значит, что этот человек должен вам чем-то. Это значит, что у вас просто есть человек, с которым вы вместе можете сотрудничать. С которым вы вместе можете развивать этот проект, и, соответственно, вы с этим человеком можете создавать какие-то свои даже релизы, продукты, инфопродукты в рамках нашего клуба и продвигать их. И от этого будет, естественно, зарабатывать каждый участник нашего клуба. В этом, в общем-то, и была задумка нашего клуба. То есть задумка клуба заключается в том, чтобы помочь каждому человеку, кто хочет, не просто кто желает, а действительно хочет, и прикладывать некие усилия научиться зарабатывать деньги в интернете. Для этого мы предлагаем все необходимые условия, мы предлагаем все необходимые инструменты, мы предлагаем обучающие программы, тренинги, курсы. И это действительно помогает людям разобраться, что в интернете, к чему. Потому что, когда люди впервые приходят в интернет, они думают, что заниматься бизнесом в интернете – это нужно рассылать спам. Особенно те люди, которые занимаются нетворк-маркетингом, они зачастую только и занимаются тем, что спамят в интернете. Кстати, из-за этого их, в общем-то, и недолюбливают немного инфобизнесмены, потому что инфобизнесмены изначально знают схему, как выстраивать свой бизнес в интернете. Если вам интересно узнать эту схему от начала до конца, а там есть три основных направления, направления интернет-маркетинга. Первое направление, второе направление. Мой фломастер уже приказывает жить долго. Мы сейчас возьмем красный. Так, вот. Значит, в интернет-маркетинге есть три направления, которые, в общем-то, взаимосвязаны друг с другом. Первое направление – это то, что вы делаете снаружи. Это ваши лендинги, это ваш продукт, это ваша некая стратегия, как вы это все дело развиваете в интернете. Второе – это так называемая невидимая часть интернет-маркетинга. Первое – это то, когда вы понимаете, какие проблемы существуют у вашей целевой аудитории. Когда вы понимаете, как вы можете привлечь к себе внимание. Это то, как вы понимаете, каким образом вы можете решить проблемы вашей целевой аудитории. Это так называемая невидимая часть интернет-маркетинга. И третья часть интернет-маркетинга – это уже некая глобальная часть, это глобализация бизнеса. И большинство людей даже не знают о существовании этой части, поэтому мы ее так серьезно выделили здесь. И большинство людей уделяют только тому, что нужно делать. Они забывают о внутреннем мире, они забывают о том, для чего они это делают, почему они это делают. И, соответственно, они полностью не подозревают о существовании третьей сферы интернет-маркетинга. Так вот, обо всех этих трех сферах более подробно мы поговорим с вами 11 июля на нашем прогрессивном мастер-классе в Москве. 11 июля, как я уже сказал, это будет 4 часа, незабываемые 4 часа, где вы получите не только информацию, но еще ее практическое применение. А также у нас будут эксперты в интернет-маркетинге, в сфере видеомаркетинга. Это у нас Андрей и Наталья Полухины. Поэтому ребята приготовили, кстати, некий сюрприз. И от себя хочу добавить, что если вы попадаете на это мероприятие в реале, вживую, то вы еще получаете от меня несколько бонусов, стоимостью примерно около 500, по-моему, даже больше долларов. В первую очередь вы получите дополнительно один месяц к вашему абонементу, если вы участвуете уже в нашем клубе. Вы получите также тренинг, как создавать и правильно достигать свои цели. И вы еще получите от меня некий тренинг для лидеров или таких людей, которые стремятся стать лидерами в своем направлении, в своей нише. Этот тренинг стоит очень серьезных денег, друзья мои. Я пока даже сейчас не буду говорить, что это за тренинг, о чем там идет речь, потому что это действительно сногсшибательный тренинг, который, я считаю, что должен пройти каждый человек, который хочет стать экстраординарным человеком, который хочет получать экстраординарные результаты, не быть посредственностью. И я вам рекомендую быть лично на этом мероприятии в Москве. Еще что хочу сказать, что мы в Москве будем снимать видеоролик для нашего клуба. И если вы будете на этом мероприятии, то вы войдете в историю нашего клуба навсегда. Мы запечатлим ваши результаты, мы запечатлим ваш отзыв. И этот видеоролик будет крутиться на основной страничке нашего клуба. Поэтому я вам рекомендую не пропустить это событие и быть лично в Москве. Кстати, если мы сейчас говорим уже об этом мероприятии, вы также можете продвигать это мероприятие по нашей партнерской программе. Все, что вам нужно сделать, это, если вы еще не зарегистрированы в нашем клубе, зарегистрироваться в клубе по реферальной ссылке вашего партнера, на чьем сайте вы находитесь прямо сейчас, зайти в личный кабинет клуба и зарегистрироваться в партнерской программе. Это все бесплатно. То есть это все, вот до сих пор все это бесплатно. Вы можете зарабатывать деньги, даже не инвестировав деньги в этот клуб. То есть я всегда говорю, если начните сначала зарабатывать деньги, а потом мы уже с вами разберемся. В данном случае, зарегистрировавшись в партнерской программе, вы по своей реферальной ссылке можете вовлекать людей, приглашать людей на это мероприятие и еще зарабатывать дополнительные деньги по партнерской программе. Давайте сейчас просто поговорим о нашей партнерской программе. То есть огромное ее преимущество заключается в том, что у вас это работает не по cookies, это работает по прямым реферальным ссылкам. То есть никаким способом никто другой обойти вашу партнерскую программу, вашу реферальную ссылку не сможет. Все зависит, конечно, от того, насколько вы работаете с вашей базой. Более того, если вы боитесь, что вы продвигаете какую-то тренинговую программу, какой-то обучающий курс нашего клуба, что мы заберем вашу базу, что происходит у инфобизнесменов, то об этом вообще не нужно переживать, потому что вся эта база остается у вас. Она остается в ваших руках. Если вы зайдете в раздел «Моя команда», то, соответственно, там вы увидите кнопку, вы всю вашу базу, все ваши наработанные контакты в любой момент можете забрать с собой. В любой абсолютно момент. И в этом заключается огромное преимущество именно нашей партнерской программы. Так вот, как работает наша партнерская программа по выплатам? Мы выплачиваем 60%. Мы выплачиваем 60% и они распределяются следующим образом. За каждого лично приглашенного вы получаете, за покупку каждого личного приглашенного вы получаете 35%. Например, ежемесячный абонемент в нашем клубе стоит 20 долларов. Те, кто умеет считать и экономить деньги, они сразу приобретают годовой абонемент. Годовой абонемент стоит 118 долларов. То есть таким образом вам абонемент будет обходиться меньше, чем 10 долларов. И это действительно потрясающая цена за использование всей этой системы. Но, как только вы пригласите всего лишь навсего 3 человека, которые также приобретут годовой абонемент в нашем клубе, вы возвращаете полностью свои инвестиции в эту систему. И можете целый год, то есть 365 дней в году, использовать эту систему абсолютно бесплатно. Но вы же сюда пришли не для того, чтобы просто пользоваться бесплатно. То есть даром. Вы сюда пришли, чтобы зарабатывать деньги. И поэтому не нужно останавливаться на трех партнерах, не нужно останавливаться на десяти партнерах. То есть работайте дальше, нарабатывайте контакты, приглашайте людей на наши онлайн-мероприятия, приглашайте людей на наши живые встречи, на наши вебинары. И таким образом вы будете пополнять свою базу. И эта база будет постепенно конвертироваться в партнеров. Соответственно, партнеры будут конвертироваться в тех людей, которые покупают абонементы, и вы с этого будете зарабатывать. То есть 35% вы получаете с первого уровня, то есть за ваши личные рекомендации. Как только ваши партнеры, которых вы лично пригласили, становятся партнерами и приглашают других людей, вы начинаете получать 15% с каждого тренинга, с каждого билета на события, которые продаются через нашу систему. То есть с тренинговых программ, которые у нас запускаются, например, как Smart Formula, которую мы скоро тоже будем еще раз перезапускать. И таким образом со второго уровня вы получаете 15%. То есть вот ваша задача самому научиться работать в интернете и создавать дополнительный источник дохода и помочь своим партнерам привлекать тоже партнеров. И вот это основной доход, который выстраивается в партнерских программах. Ну, мы пошли дальше. Мы еще также даем заработать с третьего уровня и с четвертого уровня по 5%. То есть это действительно очень хорошая партнерская программа. Таким образом, на первых двух уровнях вы получаете 50% комиссионных и с третьего, четвертого еще по 5%, то есть всего вместе 60% комиссионных. Это значит, что с каждого проданного билета на мастер-класс вы лично будете зарабатывать 35%. Со второго уровня 15% и еще по 5%. То есть если вы лично уже приобрели билет на мастер-класс и пригласите всего 3 человека вместе с собой, то ваш билет вам будет уже бесплатным. То есть все на самом деле просто. Наша партнерская программа – это не нетворк-маркетинг, это не программы, где нужно какие-то квалификации выполнять. Вы даже… Я вам даже открою секрет. Даже если ваш абонемент недействительный, даже если вы вдруг решили не использовать по каким-то условиям, может быть, связано с финансовыми проблемами, и по каким-то условиям вы не можете использовать нашу… не можете приобрести себе абонемент, то вы можете в дальнейшем приглашать людей на наши вебинары, на наши мероприятия, и все равно вы будете всегда по партнерской программе зарабатывать деньги. Даже если у вас не будет абонемента. То есть если у вас не будет абонемента, вы не будете иметь все те инструменты, которые необходимы, просто необходимы для продвижения своего бизнеса в интернете, но это не значит, что вы не будете зарабатывать по партнерской программе. То есть, другими словами, еще раз, если у вас нет абонемента, и кто-то приобретет билет на мероприятие в Москве, даже если вы сами не будете на этом мероприятии, даже если вы живете от Москвы, не знаю, в другом государстве, то вы все равно будете зарабатывать комиссионные от продажи билетов. Самое важное, чтобы вы понимали, как правильно продавать, как правильно продвигать, как правильно вовлекать, как правильно конвертировать целевую аудиторию подписчиков, подписчиков в партнеры, партнеров в клиенты и получать свои комиссионные. То есть мы практически избежали всех нюансов, всех проблем, всех минусов партнерских программ, которые, в общем-то, используются на сегодняшний день инфобизнесменами. Я честно считаю, что это абсолютно новый этап в инфобизнесе или, скажем так, в продвижении партнерских программ. Пока другие инфобизнесмены смотрят на нас большими зрачками, они, конечно же, не рассказывают о тех минусах, которые у них существуют в партнерских программах. Более того, я вам просто скажу, что в ближайшее время мы также отойдем, возможно, от Эком Тулс и перейдем на свою собственную партнерскую программу в нашем клубе. Окей, это, я надеюсь, понятно. Теперь задается вопрос, а каким же образом зарабатывать тысячу долларов в месяц, две, пять, десять. И все на самом деле просто. Друзья мои, я не хочу вам здесь рисовать геометрическую прогрессию, как обычно это происходит, когда идет представление какой-то компании сетевого маркетинга, когда вы пригласите пять человек, те пригласят каждый по пять, те каждый по пять, и вы практически доллары-миллионер. Но у нас работает это, в принципе, то же самое. По такому же принципу. То есть, друзья, просто задумайтесь, если вы пригласите десять человек, которые приобретут годовой абонемент, потом поможете им пригласить каждому по десять с годовым абонементом, и тем, каждый по десять, и тем каждый по десять, ваш доход просто по партнерской программе будет составлять больше 60 тысяч долларов в год. Друзья мои, я не знаю, в каком регионе вы живете, я не знаю, в какой стране вы живете, мы это узнаем все через чат, если вы напишете. Но хочу вам сказать только одно, что большинство людей, даже если они будут зарабатывать дополнительные 300, 400, 500 долларов дополнительного дохода, они будут намного счастливее, они будут иметь более качественный уровень и стиль жизни, чем они имеют сейчас. Понятно, что инфобизнесмены говорят всегда о больших деньгах, о больших деньгах, но большие деньги начинаются с маленьких шажков. Мы начинаем с малого, дойдем до великого. Если вы с нами, если вам интересно наше продвижение, то я вам рекомендую просто от всего сердца, рекомендую вам быть на мероприятии в Москве на первом мастер-классе, прогрессивном мастер-классе в городе Москва. Это мероприятие называется «Как за 90 дней стать онлайн-инзи в своем бизнесе». Это действительно очень важно. Значит, также очень важно, когда вы продвигаете партнерские программы, также очень важно, когда вы продвигаете партнерские программы, следовать некой логической цепочке. Что значит логическая цепочка? Логическая цепочка, в данном случае я хочу показать вам, как лучше не делать и как делать лучше. Окей? Что значит лучше не делать? Допустим, смотрите, инфобизнесмен предлагает какой-то продукт, у него есть посадочная страничка, здесь, возможно, стоит какое-то видео, здесь много-много текста, и здесь обычно стоят какие-то там три цены, то есть простая цена, продвинутая цена и VIP цена. И у каждого есть своя реферальная ссылка, у каждого партнера есть своя реферальная ссылка, которые гонят, в принципе, весь трафик на вот эту страничку. То есть все, абсолютно все, гонят трафик вот на эту страничку по своей реферальной ссылке. В принципе, правильно. Да? Это в принципе правильно. Но, опять же, таким образом вы гоните всю свою базу вот этому человеку. Например, вы позиционировали реферальную ссылку в соцсетях, люди зарегистрируются на страничке инфобизнесмена и оставят свои координаты там. Вы проделали работу, но данные получил свою базу инфобизнесмен. Обидно. Вы делаете работу, инфобизнесмен получает. Да, вы за это получаете комиссионы, да, это хорошо, но что нужно в данном случае сделать, или что можно сделать по-другому? По-другому можно сделать следующее. По-другому вы можете сделать свою страничку со своим видео и рассказать о тех вещах, которые продвигает инфобизнесмен. Вы рассказываете в вашем видео о тех преимуществах, вы можете даже не называть, что это за программа, вы можете даже не говорить, какой инфобизнесмен, вы просто продвигаете ту ценность, которую предлагает этот инфобизнесмен. Вы продвигаете это все через свою посадочную страничку. На вашей посадочной страничке вы собираете имя, email, вашу базу, то есть это кнопка, на которую люди нажимают и оставляют свои координаты, и уже в последующем вы отправляете этих людей через письмо по реферальной ссылке. То есть человек подписывается в вашу базу, получает некое письмо, где стоит реферальная ссылка на вот эту страничку. Таким образом, вы уже обходите в данном случае вот этот вот минус. Не до конца вы его обходите, но все равно вы его обходите и получаете базу в свои руки. То есть да, вы продвигаете ценность инфобизнесмена, но вы продвигаете через свой сайт, через свою страничку, получаете контакты в вашу базу, и таким образом ваша база потом все-таки она идет в базу этого инфобизнесмена. Что тут поделать? Так это работает. Но и вы тоже не остаетесь без базы. Это лучший вариант. Есть еще круче вариант, но об этом, это уже не такая секретная информация, об этом я уже расскажу более подробно в Москве на тренинге. Что в данном случае вы получаете в нашем клубе? В нашем клубе вы получаете дополнительные несколько страничек. Если вы вообще не умеете, не имеете каких-либо технических знаний, то вы получаете несколько страничек в нашем клубе, которые вы можете как раз использовать для вот этого продвижения, для вот этой вот схемы. зайдите в раздел «Мои странички», и там вы найдете вот все эти странички. Если у вас этот раздел закрыт или показывается только всего лишь на всего одна страничка, это значит, что у вас недействительный абонемент. Просто активируйте абонемент, и вам откроются все закрытые разделы, вы получите доступ ко всем тренингам, ко всем инструментам, к своему блогу, к своим посадочным страничкам, вы, кстати, можете внутри сайта, вернее, внутри нашего клуба создать свой собственный сайт. Это тот сайт, который будут видеть все ваши приглашенные люди. Там вы можете продвигать уже ваш бизнес, ваши продукты, ваши тренинги, ваши какие-то обучающие программы. Возможно, вы эксперт в английском языке, возможно, вы эксперт по дайвингу, я этого не знаю, знаете вы, хорошо, что вы это знаете, хорошо, что вы знаете, чем вам нравится заниматься, и вы то, что вам нравится, и то, что вы любите делать, вы это можете продвигать уже через клуб новых богатых. Опять же, если у вас есть какие-то идеи, если у вас есть какая-то концепция, вы хотите создать свой собственный кинтопродукт, то обращайтесь к нам, мы не только поможем вам это сделать, но еще и будем продюсировать вас. Мы будем вас продюсировать, соответственно, этот продукт будет проходить через партнерскую программу нашего клуба, и все наши партнеры будут от этого будут иметь от этого только большие преимущества. На самом деле, сколько мы уже в эфире? Сколько мы уже в эфире? Давайте посмотрим. Окей. Монтовидео, Урагвай, что у нас тут пишется? Германия, Йена, здорово, здорово. Я всех рад приветствовать. Окей. Ну что ж, друзья, я думаю, что на сегодняшний день пока достаточно. Главное, чтобы вы поняли разницу между партнерскими программами, главное, чтобы вы поняли, как это можно продвигать, и вы понимаете, что самое важное, над чем нужно сосредоточенно работать в интернете, это над постоянным пополнением своего подписного листа, то есть лист-билдинг, так называемый лист-билдинг, и вам нужно сосредоточенно работать, чтобы ваша база подписчиков регулярно пополнялась новыми и новыми и новыми подписчиками. Естественно, нужно знать, как правильно пользоваться email-маркетингом. Это не просто, знаете, написать короткое письмо, открылась новая компания, все сюда, и отправляете массово всем, кого только знаете и не знаете. Нет. email-маркетинг это, прежде всего, некая стратегия, которую вы продумываете и продвигаете так называемым косвенным способом через множественное касание. То есть точечное множественное касание вы постепенно даете вашу информацию, таким образом продвигаете любой практически продукт, любую услугу вы продвигаете вашим потенциальным партнерам, потенциальным клиентам. Опять же, там есть необходимые правила, есть некие формулы, как это все правильно делать, но об этом мы также поговорим с вами в Москве на первом прогрессивном мастер-классе «Как за 90 дней стать онлайн-индзер в своем бизнесе и удивлять клиентов в том, в чем они чувствуют, что они лучше всех». Большое спасибо за ваше внимание. Я рад был с вами сегодня поработать. И увидимся в Москве. Ну, и если вы впервые находитесь на этой страничке, зарегистрируйтесь в нашем клубе, изучите этот материал, изучите весь наш клуб. После вашей регистрации вы семь дней получаете ваше пользование абсолютно всеми инструментами бесплатно. И только на восьмой день система напомнит вам, что ваш абонемент, бесплатный абонемент заканчивается, и вы можете продлить его, приобретя либо месячный абонемент, либо сразу за один год. Спасибо огромное. До скорых встреч в эфире. С вами был Александр Кульпин, Германия, Бавария. Увидимся в Москве. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok